Добрый день! Вас приветствует юридическая компания Приходько и партнеры. Сегодня хотелось бы поговорить о валютной декларации. Положением Закона Украины о валюте и валютных операциях от 21 июня 2018 года номер 2473-8 не содержит требований относительно декларирования валютных ценностей. Поэтому декларация о валютных ценностях за отчетный период, начиная с 1 квартала 2019 года, не подается. Последним периодом, за который необходимо было подавать декларацию, является 2018 год по состоянию на 1 января 2019 года. Если у кого-то и были сомнения относительно отмены декларации о валютных ценностях, то с появлением данной консультации они окончательно улетучиваются. Отдельные полуофициальные консультации со стороны контролеров появились и ранее, но их статус не вызвал особого доверия. Напомним, вызванные эти сомнения были вовсе не тем, что закон о валюте не предусматривает декларирование валютных ценностей и имущества, которые находятся за пределами Украины. Это и так понятно и не вызывает недоумения. Вопрос заключался в том, что этот закон вступил в силу с 7 февраля 2019 года. Декларирование уже происходит ежеквартально по состоянию на первое число квартала. То есть, строго говоря, период с 1 января по 7 февраля 2019 года остается в подвешенном состоянии. Именно относительно этого периода и были сомнения. А не скажут ли контролирующие органы, что это промежуток времени, либо вообще весь первый квартал, как переходящий период, все-таки нужно закрыть декларации? Мы, со своей стороны, не видим оснований для таких фискальных выводов. Ведь на дату декларирования на первое число второго квартала обязанность подачи декларации уже не будет действовать. Собственно, об этом и повествует данная консультация. Во-первых, это правильно по формальным причинам, о которых мы сказали выше. Во-вторых, декларируется не движение валютных ценностей и имущества, так сказать, за период, а их наличие за определенную дату. Во-первых, это правильно по формальным причинам, о которых мы сказали выше. Во-вторых, декларируется не движение валютных ценностей и имущества, так сказать, за период, а их наличие на определенную дату. Сама по себе дата 7 февраля или какая-то другая, кроме первого числа квартала, никакого правового значения не имеет. Поэтому декларирование периода с 1 января 2019 года по 7 февраля этого же года по своей сути неверно. Но про весь первый квартал по состоянию на 1 января 2019 года речи быть не может. В итоге константируем факт. Последнюю валютную декларацию нужно было подавать в сроки, установленные для подачи налогикам финансовой отчетности по состоянию на 1 января 2019 года. И в завершение хотелось бы сказать, если у вас возникли сложности при подаче любой отчетности, вам нужна консультация, обращайтесь по телефону, указанных на экране. Субтитры создавал DimaTorzok